Доброе утро, друзья. Время у нас в 8 часов утра, хочу вам показать вот такой утренний восход. Ветер очень сильный у нас. Это октября. Дождь был вчера. Вот такой вот восход. Ветер очень сильный. Ветер очень сильный. Завтра соберу и варенье варить буду с них. Вон какая красивая яблонька. Это не у меня, это у моего мужа на работе. Он спросил, говорит, конечно же собирай. Они не хотят никто собирать. А его тут целое дерево. Вот какие красивые. Я уже вон одно пробую. Оно такое вкусное. Смотрите, какое красивое. Маленькая ранетка. Вон какая красивая. Вот яблочки. Вон сколько их, друзья. Вон посыпано. Вон сколько. Вон какая красота. Ой, какая красота. Завтра муж соберет их. И на полу даже он немножко попадал. Ой, день моя, извиняюсь. Ну на полу мы не будем собирать. А вот эти вот соберем. Ну вот, нафаршировала перчика. Немножко. Тут два пакетика. Красненькие. Вот пакетик. Желтенькие. И вот столько нарезала тоже на заморозку. Вот такие-то. Это мало. Это перец мой. Выращенный на моем огороде. Из моих семян. Вот. Так что вот так отправляется в заморозку. Болгарский сладкий перчик. Неделю не было меня. Уже листва вон как опала. Потому что болела. Не выезжала на дачу вообще. Бабье лето у нас две недели длится. Сегодня тоже жара такая. 20 градусов. Вечером будет 17. Ну ночью вот так вот. А потом уже будет резкое похолодание. Так что вот так вот. Сегодня приехал на дачу. Получше стало. Конечно вся мокрая. Но в куртке. Ничего не снимала. В куртке, в кофточке. Думаю береженого Бог бережет. Как говорится. Но ветерок такой есть. Легкий, тепленький. В общем сейчас выгрузимся. И все. Да? Я говорю погодка хорошая, теплая. Я говорю сейчас выгрузимся. Да пойдем. Вон моя хиноцея. Как цветет красиво. Вон. Да. Вон она какая. Красоточка. Ладно, друзья. Пошла я потихонечку работать. А еще георгинки у меня цветут. Вон какие красивые. Ну и та емочка какая красивая. Вот как цветут. Красиво. Такая вот красота. Видите какая красота. И вот еще тоже. И мультифлора тут моя тоже уже. Отцветает вся уже можно сказать. Скоро обрезать буду ее. И веселые ребята тоже себя хорошо чувствуют. Вон какие. Яркие такие, насыщенные цвета. Небольшие кустики. Мне они понравились. На следующий год буду их садить. Симпатичные, красивые. Последние кадры. Хризантемка моя. Вон смотрите. Повторно начала цвести. Вон какая красивая. Здесь вот даже ярче. Тоже красивая. Понравилась. Но она дождей боится. Ее я садить не буду. Потому что она боится дождя. Дождя. Дождь прошел. И все вот эти цветочки. Они уже все. А так красиво смотрится. Первый раз на пробу взяла посадить. Думаю как будет смотреться. Я брала белую. Такую вам показывала. И вот такую. Красивая. Но дождей боится. Не для нашего климата. К сожалению. Такая хризантемка ромашковая. Однолеточка. Купать чеснок. Завезли перегной. Набрали. Сейчас его разложим. И надо чтобы он обветрился. Подсох. Потому что он сырой. А потом уже будем перекапывать. Дня два постоит. Два-три дня. Постоит. Обветрится грядка. И уже будем. Буду сажать чеснок. Что Дыма. Поздороваться хочешь? Да. Привет. Скажи. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Вот. Такие вот дела. Сейчас у нас на улице. Ух ты, боже мой. Заби. Смотри. Запрыгнула ко мне. Моя ж ты красавица. Запрыгнула ко мне. Да. Ой. Да. Ну вот. Такие дела у нас. Грушевое варенье варю. Настало время и грушевого варенья. Вот такая. Это моя груша. Я вам ее много раз показывала. Она такая медовая. Прям вообще. Кожицу ее убрала. Сердцевину тоже убрала. Разрезала на четвереньки. Сахар один к одному. Потому что она настолько сладкая. Что прям вообще как мед. И ароматная очень сильно. Поэтому вот варю. У меня еще там чашечка такая есть. Такое вкусное варенье получается. Вот такие кусочки, друзья. Видите. Я люблю такое варенье с кусочками. Вот оно. Вот камера запотевает. Очень вкусное варенье. Очень вкусное. Обалденное. Тот, кто варит грушевое варенье, он, конечно, знает о чем я говорю. Очень вкусное. Его можно будет и в пироги. И так кушать. И в пирожки. Прям вообще. Ну вкусно. Вот. Ну что. Вот она. Та самая дынька. Все думали тыква, тыква. Но некоторые сразу написали, что это дыня. Да, друзья. Это дынька. Меня соседка угостила. Она говорит вот таких размеров. Ну может быть чуть-чуть больше. Желтенькая вот такая должна быть. Она у нее просто там в полутине была. Поэтому такая. Говорит. Ее разрезаешь пополам. И ложкой кушаешь. Вот. Она выращивает ее уже третий год. Говорит. Очень сладкая. Ароматная. Но она, да. Она действительно ароматная. Потому что ее берешь в руки. Она мне когда дала. Такой сразу запах пошел. Прям вообще обалденный. Ароматный. Сейчас я ее разрежу. Друзья. И вместе с вами попробую. Скажу. Какая она по вкусу. Действительно ли она такая ароматная. Резала. Легко очень она разрезалась. Видно, что она созрела. Это у нее вот семена. Сейчас я одну половинку почищу, друзья. И попробую. Вот она какая. Вот видите. Ну она пахнет. Дыней пахнет. Пахнет дыней. Такие вот у нее семечки. Вот. Сейчас попробую. Кожица у нее достаточно тонкая такая. Видите. Совсем не видать. Очень тонкая такая кожица. Вообще даже и не видно. Но она говорит ложкой нужно кушать. Сейчас попробую. И скажу, друзья. Друзья. Я попробовала дыньку. Вот ложечкой. Мякоть действительно, да, мягкая. Но она не сладкая. Я думала она прям сладкая такая. Это как мед. Нет. Не знаю. Хотела себе оставить семена. У нее вот такие вот мелкие семена. Не, не буду оставлять. Не знаю. Не понравилось. Друзья. Честно скажу. Не понравилось. Напишите мне в комментариях. Кто-нибудь высаживал. Ой. Выращивал такую дыньку. Какая она. Нравится вам? Нет. Все мягкое. Ароматное. Все. Вкус. Вот. Во рту ощущается дыньки. Но она не сладкая. Может быть то, что она. У нее в полутени росла. Не знаю. Не понравилось. Честно скажу. Первый раз такое попробовала. Она там выписывала. Не знаю. У кого. Говорит. Через интернет. Какой-то сайт там. Она помидоры заказывает. Там. И вот такой вот решила. Ну. Говорит. Я. Она типа ее выращивает. Третий год. Нравится. Мне не понравилось. Честно говорю. Так что пишите в комментариях. Кто-нибудь выращивал такую дыньку. И как она вам по вкусу. Продолжение следует. Продолжение следует...